Как вы думаете, какой главный секрет овладения красивым и сильным голосом? Кто думает, что найти и узнать секретное упражнение? Кто думает, что нужно долго заниматься, мучиться, и вот что-нибудь точно получится? Кто думает, что нужно заплатить круглую сумму и пройти курс у самого лучшего тренера земли? Ну, это так, образно сказано. Кто думает, что систематически заниматься самостоятельно? Ну, и пятое, это как бы не всем на данный момент времени доступно поступить и окончить учебное заведение, где-то мучить. Большая часть людей все-таки пошлась на том, что систематически заниматься. Заниматься самостоятельно – это верхушка айсберга. То есть мы можем узнать какое-то замечательное упражнение, делать его, делать день, два, три, месяц, два, три и не иметь никакого результата. Как вы думаете, почему? А вот я из опыта знаю, люди делают упражнения неправильно. Нет тренера, который бы посмотрел и сказал, да, это правильно, все хорошо. Неправильно выполненные упражнения не дают никакого результата. Но систематики, тем не менее, никто не снимал. Систематически заниматься действительно надо. Ну, и думаю, что вы знаете, что на самом деле результаты появляются не раньше, чем через сколько, но как минимум три недели. Три недели нужны для того, чтобы укоренить хотя бы одну привычку. Упражнения по голосу и речи, их нельзя делать, выполнил один раз и все. Нет, их нужно повторять, естественно. Они должны войти в какую-то привычку. И, соответственно, через три-восемь недель, да, это индивидуальный фактор, люди начинают получать результат. Более того, как педагог в третьем поколении, я вам скажу честно и откровенно, именно мастер-группа, особенно при обучении в интернет, это самый эффективный вариант обучения. Во-первых, уровень дисциплинированности у всех разный. То есть, когда это группа, то нет такого, о, у меня сегодня голова болит, отложу-ка я на завтра занятие. Группа, она дисциплинирует. Кроме того, внутри группы есть такой вот процесс, который тренеры называют фасилитацией. Такое умное слово. На самом деле, это внутреннее взаимодействие, вот этот групповой эффект. Когда в группе мы начинаем выкладывать свои аудиозаписи, когда прикрепляем там документы со своими составленными речами, все мы это варимся в одном котле, все люди взаимодействуют, все единомышленники. Начинается групповой эффект. Да, конечно, она во много зависит от руководителя, от тренера, да. Но, тем не менее, вот эта вот отдача от чата, поэтому группа – это очень эффективно. Там можно давать людям по очереди и микрофон, и веб-камеру включать. И это очень здорово, когда все тут такие же собрались, и потом, соответственно, мы это все оцениваем. Так вот, я всегда, в принципе, призываю группу использовать слова, которые человека поддержат, подбодрят. Благодарю за то, что вы стремитесь к чему-то, хотите усовершенствовать свои коммуникативные навыки, улучшить свой голос. Было приятно пообщаться с единомышленниками. Всего доброго!